Здравствуйте! Это новости Дагестана. На связи с вами Джамиля Шарипова. Два новых детских сада появятся в текущем году в пригородах Махачкалы. Ход строительства накануне осмотрел премьер-министр Дагестана Артем Сдунов. Новые объекты появятся в микрорайоне Досааф и в поселке Сулак. Уже сейчас параллельно со стройкой идет закупка инвентаря и оборудования, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Подробнее расскажет Патимат Ханапова. Один из детсадов располагается в микрорайоне Досааф. Рассчитан на 200 мест. Общая смертная стоимость объекта около 180 миллионов рублей. На данный момент здесь достраивается первый этаж. По проекту это будет современный комфортный детский сад, где продумано все. От внешнего дизайна до внутреннего интерьера, количество игровых площадок, зон отдыха и сна. Вот они на себя обязательства берут этот объект максимально быстро построить. Постараться, чтобы в сентябре уже вышли с нас лицензирование, с нас точки подключения. Вы видите, деньги с нашей стороны полностью как аванс выплачены. Сделайте еще какой-то строительный объем и можно еще раз заметить. Договорились? В месяц уже будет выполнено. Посмотрите, все залито, значит. Вы сейчас перекрытием поступаете. Самый сезон, три месяца работы и вы это таблиц спокойно знаете. Договорились? Еще один детский сад строят в пригородном поселке Сулак. Он также рассчитан на 200 мест. По данным пресс-службы, в населенном пункте как раз только детей находятся в очереди. Это будет единственным в поселке дошкольным учреждением. Здесь предусмотрены красочные беседки, игровые зоны с качелями. Кроме того, детсад будет приспособлен и для людей с ограниченными возможностями. Для этого в здании установят специальный лифт. Ситуация стабилизируется. Люди с большей охотой отзываются на наши предложения. Как здесь, так и по остальному. Я смотрю, работу не останавливайте. Конечно, количество людей в два раза надо увеличить. Стоит цель к июню месяцу 15-го, чтобы нарастить максимально дневную смену. И до конца июня выйти в работу в две смены. Если получится, мы с увеличением людей... Прожектора поставить или что? Да, совершенно верно. Будет организовано освещение. Тем более мы знаем, как работают военные, как вы сейчас строите. Я думаю, так и будет. Отметим, что оба объекта возводят военно-строительный комплекс Минобороны России. В целом же по республике структура взяла на себя строительство 20 дошкольных образовательных учреждений. Работы направлены на уменьшение очередей в детсады. Ведь только в Махачкале более 25 тысяч детей ждут своего зачисления. Батимат Ханапова, Дауд Гасанов. Новости ННТ. Махачкала. Первая городская больница Махачкалы в зоне особого внимания главы республики. Накануне Владимир Васильев поговорил с врачами медучреждения в режиме видеоконференц-связи и пообещал поддерживать больницу и обеспечивать всем необходимым. Врачи живут в медучреждении уже почти два месяца. Многие из них поделились, как им нелегко находиться вдали от родных и с какими трудностями приходится сталкиваться. Тяжелее всего, наверное, это самое начало. Когда мы только запустили нашу больницу, когда вступили в работу первые бригады, этот поток больных, знаете, немножечко, вот этот период нам надо было пройти. Потом поток пациентов, тяжелых больных. Мы все их через себя проносим, переживаем вместе с ними. Видеть это все было очень сложно. Страшно было. Вы знаете, мы сегодня прибыли в москвичи. Вот мы побеседовали с пульмонологом, с инфекционером. Они нам немножечко придали уверенности в себе. Московские медики, прибывшие в Дагестан, накануне для обмена опытом тоже присутствовали на виртуальной встрече с главой. Они высоко оценили деятельность дагестанских врачей в больницах города. Руководитель региона, в свою очередь, призвал глав муниципальных образований последовать его примеру и взять на себя личное шерство над конкретными медицинскими учреждениями на вверенных им территориях. Я для себя беру, как теперь уже пилотный проект, вашу больницу и буду постоянно уделять внимание и смотреть, как в больнице решаются вопросы. Так получилось, что мы сегодня имеем эту возможность с вами познакомиться, и я буду работать с вами, и мои коллеги обещают, тоже самым добросовестным, заинтересованным образом. Скорость поддержки будет обеспечена на высоком уровне сегодня, завтра или в последующие дни. По тому, как живете, мы сейчас посмотрим и будем делать ровно так, как вам будет удобно. Полевые госпитали Минобороны России в Бутлюхе и Буйнакске за сутки приняли на лечение еще 15 местных жителей. Военные медики продолжают оказывать медпомощь дагестанцам в многопрофильных полевых госпиталях. Подробности в сюжете наших корреспондентов. В настоящее время 56 пациентов продолжают получать медицинскую помощь. Полевой госпиталь развернут в селении Бутлих и в Буйнакске вместимостью до 200 человек. Все поступившие на стационарное лечение пациента находятся под постоянным наблюдением квалифицированных военных медиков. Все они находятся в удовлетворительном состоянии. Распределены они в терапевтическое отделение и инфекционное отделение. В отделении реанимации у нас на данный момент никого не находится. В каждом отделении организовано круглосуточное дежурство врачебно-сесоренских бригад, также санитаров в этих отделениях. Всего на дежурстве в госпитале находится 12 врачебно-сесоренских бригад. К нам в госпиталь поступают не только с Бутлихского района, но и с соседних лежащих районов. В распоряжении госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование. Аппараты искусственной вентиляции, аппараты УЗИ, анализаторы крови и современная лаборатория. Также необходимый запас лекарственных средств. Перед нами представлен передвижной цифровой рентгенский аппарат с автоматизированным пультом управления. То есть мы сами тут выбираем, например, область исследования, которая автоматически выдает нам цифры, которые нужны для того, чтобы провести снимок. Спасибо, нормально, устроился, очень хорошо. Посмотрим, что дальнейшее будет. Специалисты трех подразделений МЧС России продолжают дезинфицировать общественные места и социальные объекты в республике. Такая обработка проводится и в Карабудахкенском районе. Подразделения, состоящие из восьми человек, проводят дезинфекцию парогенератором, проходя по улицам, тротуарам, возможным местам массового скопления людей. В обязательном порядке обрабатываются больницы и административные здания. Подобные обеззараживания специалисты Ногинского, Донского и Волжского спасательных центров МЧС проведут во всех городах и районах Дагестана. Жители Дагестана могут получить кредитные каникулы через портал Госуслуг. Это решение, которое уже сейчас позволит гражданам сэкономить время. Через портал Госуслуг направляются необходимые документы в финансовые организации для подачи заявки на предоставление отсрочки по новому антикризисному закону. На портале загружен специальный справочник с электронными адресами банков и других финансовых организаций. Такое решение будет работать на время угрозы распространения коронавируса. Жители Дербента протестировали на наличие антител коронавирусной инфекции. Тестирование организовали в могальной части города. Это самый густонаселенный район Дербента, поэтому работа в этом направлении была начата именно здесь. Экспресс-тесты позволяют узнать результат в течение двух минут. Эта акция бесплатная. Эти анализы нам направлены меценатом Кирилл Сулейман Абусаидовичем. Данные мероприятия будут продолжаться. Они очень эффективные, которые определяют в течение двух минут наличие или отсутствие антител G и M к этому вирусу. Будем определять, сколько у нас людей переболело, как говорится, бессимптомно, а сколько людей еще находится в острой фазе. В это же время волонтеры проводят на магалах разъяснительную работу, а сотрудники горсервиса начали дезинфекцию старинных кварталов. Участие в процедуре приняли глава Дербента Хизри Абакаров и главный санитарный врач республики Николай Павлов. Николай Павлов прошелся по улицам Дербента, отметив, что большинство горожан соблюдает режим самоизоляции. В данной ситуации очень важно соблюдать ряд моментов, самых элементарных правил. Мы должны с вами в обязательном порядке носить маски. И маски мы еще будем носить долго, потому что инфекция пришла, инфекция очень сложно уходит. Процесс довольно длительный, поэтому мы должны войти в привычку нам в данный момент. Мы должны выработать культуру ношения масок. Пройдя по городу с Хизри Магомедовичем, я увидел, что режим изоляции действительно поддерживается. Работают только торговля, которая осуществляет реализацию продуктов питания, иные объекты все закрыты. Люди выглядывают из домов, выходят, конечно, они видят мэра города, который проходит, который проводит сам лично разъяснительную работу. Все делается для горожан, для граждан. Главное, чтобы они нас услышали, главное, чтобы они нас поняли и главное, чтобы они это исполняли в ежедневном режиме. Также ведется санитарная обработка городских пространств. Она продлится несколько дней. При проведении работ специалисты применяют дезинфицирующие средства, которые в помощь городу прислала Северная Осетия, Алания. Это была последняя информация в этом выпуске. Берегите себя и своих близких. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова